МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самым благоустроенным районом Красноярска стал железнодорожный. Конкурс красоты среди районов в этом году проходил впервые, и мероприятие сразу стало популярным. Для участия в 16 номинациях было подано более тысячи заявок, то есть в конкурсе принял участие каждый восьмой двор. Остальные семь дворов уже жалеют, что не успели подать заявку, потому как призы победителям весьма щедрые. Лучшие из лучших получили премии и гранты, размер которых составляет от 50 до 400 тысяч рублей юридическим лицам и от 10 до 50 тысяч рублей физическим. Ну а железнодорожный район-победитель получил грант в размере 15 миллионов рублей и теперь станет еще краше. Лично я болела за свой советский, но не сложилось. Зато, надеюсь, в этой серии НЭПа все сложится и зрителя порадует. Новый выпуск полезного потребительского журнала к вашим услугам. Меня зовут Елена Ростовцева. Здравствуйте! Благодаря рекламе мы знаем, что не все йогурты одинаково полезны. Как выбрать молочно-кислое лакомство, какую правду скрывает состав упаковки и есть ли существенная разница между живыми йогуртами и обычными, предлагаю разобраться. Йогуртом считается только тот продукт, в котором молочно-кислых бактерий на конец срока годности остается не менее 10 миллионов колоний, образующих единиц на 1 грамм, и это обязательно должно указываться на упаковке. Заквашивание молока в производстве йогурта происходит за счет специальных бактерий термофильного стрептокока и болгарской палочки, окисляя молоко, они превращают его в йогурт. При этом сложные вещества распадаются на более простые, которые быстрее и легче усваиваются нашим организмом, и только такие йогурты имеют право называться живыми. А значит и полезными. Их главное отличие в технологии изготовления. Живые йогурты пастеризуют, и оставшиеся микроорганизмы начинают развиваться. Хранится такой капризный напиток не более одного месяца. Даже если срок годности живого лакомства просрочен на один день, то он уже может стать причиной отравления. А потому многие производители идут на хитрость, подвергают йогурт термической обработке. Это продукты, которые вырабатываются по технологии йогурта, но после сквашивания идет процесс термической обработки. То есть или термизация, или пастеризация, или ультровысокотемпературная обработка, или стерилизация. И вот получается, что микрофлору всю живую температурной обработкой, ну скажем так, она убивается, да, и поэтому уже содержание молочнокислых бактерий в таких продуктах не нормируется. Таким образом продукт может храниться хоть несколько месяцев. А это значит, что польза от него сомнительная. К тому же производство йогуртов не обходится без пищевых добавок. Здесь специалисты советуют быть осторожнее. Если вы Е, допустим, увидели 1422, 1442, это в принципе модифицированный крахвал. Но его безопасность еще не проверена до конца. И считается, что особенно на детей он может влиять очень плохо. Поэтому все-таки вот именно эти йогурты употреблять не стоит. Кроме того, если производитель уверяет, что в состав йогурта входят свежие фрукты, знайте, это обман. А все потому, что молоко и фруктовая кислота между собой не уживаются. Также в настоящем йогурте минимальное содержание сахара. Итак, выбирая йогурт, внимательно изучайте состав. В нем обязательно должно быть наличие закваски, а именно тех самых полезных бактерий. Минимальное содержание сахара и отсутствие добавок Е. Если такой йогурт обнаружите, не сомневайтесь, он действительно полезен. Микрофлора кишечника однозначно будет улучшаться, и это будет польза огромная именно для вас. А дальше это будет улучшаться ваш иммунитет, опять же, за счет тех бактерий, которые присутствуют в йогурте. А попробуем мы такой чудо-напиток сами приготовить. Мы купили в магазине закваску для йогурта. Написано, что в составе микрофлора кефирных грибков. А это, естественно, полезно для нашего организма. Вот в этой коробочке 4 баночки. Каждой баночки хватает на 1 литр продукта. Мы решили попробовать с малиной и брусникой. 1 литр молока, 1 тюбик закваски и ягоды по вкусу. Этот чудо-гаджет самостоятельно выстраивает время приготовления. 8 часов. Если у вас нет мультиварки или йогуртницы, не расстраивайтесь. Процесс смешивания с молоком идентичный. Далее кастрюлю под шубу на 6 часов. И вуаля! Пришло время оценивать результат. На вид получился жидкий, но через пару часов пребывания в холодильнике йогурт приобретает густую консистенцию. Вкус потрясающий. Да, все-таки домашний рецепт не подвел. Нами это протестировано. Раньше женская доля была предопределена и закреплена в сознании у большинства людей. Кухня – основное место обитания прекрасной половины человечества. Сейчас, век феминисток и карьеристок, этот стереотип начинает разрушаться. Тому поспособствовал и технический прогресс, например, изобретение посудомоечной машины. Первая посудомоечная машина была изобретена женщиной в конце 19 века. Звали эту креативную даму Жозефина Конкрейн. Причиной разработки и изобретения стала личная проблема. Уж очень часто у прекрасной Жозефины разбивался ее китайский фарфор, которого после мытья руками становилось все меньше и мельче. И уже в 1885 году Жозефина получила патент на изобретение посудомоечной машины. На тот момент посудомоечными машинами закупались в основном владельцы ресторана. Сейчас же таким агрегатом у себя дома никого не удивишь. Посудомоечные машины делятся на встраиваемые и полноразмерные. Плюс в встраиваемой технике вы подберете дизайн, оформление, то есть она будет более современно смотреться. Плюс в обычной полноразмерной посудомоечной машине она недорогая. Встраиваемая посудомойка обойдется в среднем в 17 тысяч рублей. За полноразмерную будьте готовы отдать 12 тысяч рублей. Специалисты утверждают, что благодаря высокой температуре посуда отмывается лучше и качественнее. Но есть и другое мнение. Некоторые считают, что нужно покупать посудомоечные машины, которые используют лишь холодную воду при мытье, по причине наименьшего содержания вредных элементов. Главный фактор играет, что температура очень высокая. То есть вот так, как вы отмоете посудомоечные машинки, не отмоете руками. Вызов принят. Будем экспериментировать. Сейчас практически каждая вторая девушка мечтает о посудомоечной машине. Ведь это действительно удобно. Анастасия счастлива, обладательница, это такая помощница. Настя, расскажи, какова польза от такого агрегата? Ну, польза очень весомая, так как я учусь работы. И вечером, когда я прихожу домой, это очень много посуды. Так как есть посудомоечная машина, загрузил все. И она работает бесшумно, можно загрузить вечером, прийти после работы или учебы тому, кто чем занимается. Поставить на ночь, утром встать, и посуда будет чистая. Также есть там разные режимы. Это как долгое мытье посуды, так же ополаскивание. Ну, мне очень нравится, экономит время. Прям я в восторге. Ну что же, давайте посмотрим, как машина покажет себя в деле. Открываем отсек, кладем специальную таблетку, которая хватает на несколько моек. Выбираем режим, ведь выбрать действительно есть из чего. Эко-режим деликатный, интенсивный, нормальный. В среднем машина работает два с половиной часа. Но если посуды немного, можно выбрать режим вручную, например, на один час. Посуды у меня не так много, поэтому загружаем всего на час. Эх, как прекрасно не мыть посуду. Целый час для того, чтобы в хорошем смысле слова побездельничать. Пока Анастасия отдыхает и наслаждается жизнью, ее посудомоечная машина работает вовсю. Я же подхожу к раковине, и что я вижу? Гора посуды. Сейчас буду мыть это все вручную, посмотрим, кто кого. Ловко, скоро, быстро, бойко. Я сейчас посудомойка. Пока орудую моющим средством и сочиняю стихи, Настя решила чай попить. Ну а что может себе позволить? В итоге прошло полчаса. Посуда помыта, как будто новенькая. Ой, все, я закончила. А нам еще полчаса осталось. Оставшиеся полчаса пролетели незаметно и поговорили, и любимую программу посмотрели. А посудомоечная машина тем временем закончила свою работу. Этим рукам я доверяю, как они помоют посуда. Вот здесь вот. Внимательно осматриваем и сравниваем. Хм, ну слушай, мне кажется, здесь все-таки небольшой налет есть. Да нет, тебе кажется. Смотри, она идеально чистая. А она еще не должна посудомоечная машина полностью, чтобы посуда была сухая? Нет, она бывает иногда влажной, иногда капельки, потому что это зависит от стирки. Нет вердикт. Руки хозяйки по своему КПД ничуть не уступают посудомоечной машине. Да и отдельные проблемные места промывают тщательные. Какому способу отдать предпочтение, решать вам. У нас же с Анастасией мир и полная кухонная гармония. Прямо по курсу реклама на седьмом канале. У вас есть пара минут, чтобы дойти до холодильника и съесть что-нибудь вкусненькое, но низкокалорийное. Мебель для дома и офиса по очень выгодным ценам вы всегда купите в магазинах «Эконом-мебель». Мебель от ведущих российских производителей, от классики до модерна. Есть рассрочка платежа и доставка. Экономьте на цене, не экономя на качестве. Каждый год компания «СМ-Сити» помогает тысячам жителей Красноярска начать новую жизнь. И каждый Новый год «СМ-Сити» начинает с подарков. В начале 2015-го подарки на Копылово рядом с Мичурино и на Южном берегу. 15 квартир по специальной цене в Европейском районе нового комфорта. «СМ-Сити» поздравляет. «Золотая горка» представляет. Западный микрорайон класса «Делюкс» «Златаулочка». Здесь вас ждет однокомнатная квартира за 948 тысяч рублей. Микрорайон оснащен всем тем, что так необходимо для комфортного проживания. «Златаулочка». Красивая жизнь в живописном месте. Хорошая душевая кабина – это воплощение твоих фантазий. Душ, массажер, турецкая сауна – все удовольствия в душевых кабинах из Водолея. Приезжай, убедишься. Размеры формы и комплектации поражают воображение. Водолеи 278-88-88. Розовый для девочек, голубой для мальчиков. Сегодня такое разделение цвета в одежде считается общепринятым. Но так было не всегда. К примеру, в одном из детских журналов 1918 года говорилось, цитирую, По стандартному правилу, розовый цвет нужно выбирать для мальчиков, а голубой – для девочек, так как розовый цвет более сильный и твердый, а голубой – более изящный и утонченный. Также родителям того времени рекомендовали выбирать оттенок одежды для малышей, исходя из цвета его глаз или волос. Как правильно выбрать цвет одежды для детей, корреспонденты НЭПа обязательно расскажут в одной из следующих программ. Ну а прямо сейчас поговорим кое о чем-другом. Подумаешь, плачет. Сам виноват. Помните крокодильчика, который не мог как следует почистить зубки? Ну, его, по крайней мере, оправдывают слишком короткие лапки. У человека же все с пропорциями тела хорошо. От бамбуковых прутиков мы далеко шагнули к электрощеткам и зубным пастам. Но задолго до появления пасты человечество изготавливало порошки душистые. Они были доступны народу и обитали, к примеру, в каждой советской семье. Но версия о том, что зубной порошок – наш враг, не дает покоя многим и по сей день. В аптеке города мы нашли порошок в современной его модификации. Скромная баночка, красная цена ей – 20 рублей. Экономично? Состав предельно простой. Карбонат кальция, натуральное эфирное масло, мяты и ментола. Карбонат кальция, он же обожженный мел. Зубной порошок – ты польза или вред? Пожалуй, об этом нам расскажет только стоматолог. В стоматологии наш порошок не пожаловали. Баловство, говорят, прошлый век. Почему? Ответ в истории и практике дантистов. Использовали пензу, соль, гусоль, потому что в то время еще пасты не было, ну, как сейчас. И использовали, так скажем, песок. Вот этот вот, с помощью него чистили зубы. Есть разные, просто люди, некоторые привыкли уже к нему, и любят только порошок. Зубной порошок, получается, это ретро-стоматология. Если вы им пользуетесь, это, конечно, плохо, так скажем. Ну, и желательно им пользоваться хотя бы раз в неделю тогда. Каждый день им пользоваться нельзя, потому что это приводит к стираемости эмали зубов. Вот тебе раз чистили, чистили. Сомнительным плюсом зубного порошка считается его абразивная способность разбивать зубные камни. Паста на такое не способна. Но где камни, там и эмаль, а ее нам терять. Ой, как не хочется. Делали порошки и из белой и розовой глины. Изобрели же это средства гигиены в Англии в конце 18 века. Тогда знатные люди при чистке пользовались уже не морскими губками, но щетками. Бедняки же довольствовались пальцами. По мне так пальцами веселее будет. Если говорить о зубной пасте, тут уловки маркетологов работают. Да, выбор сбивает с толку. Паста отбеливающая, паста для чувствительных зубов, чувствительных десен. Что выбрать даже не знаю. Нужно посмотреть состав. Химические элементы, слова на английском. Для нас пара потребительских советов. Находим в составе триклозан, метронидозол или хлоргексидин. У такими пастами стоматологи советуют не злоупотреблять. Это антибактериальные соединения. И они способны убить в нашей полости рта не только вредные микроорганизмы, но и полезные. Производители любят козырять наличием кальция. Пользуешься такой пастой и кушать творог уже не обязательно. Но если в составе не значится глицерофосфат кальция, а есть все тот же его карбонат, все ложь. Считается, что тюбик из пластика не слишком гигиеничен. При использовании он то и дело всасывает в себя воздух с бактериями. То ли дело алюминиевые упаковки. Обращаем внимание на надписи «ФТОР», обогащенная ФТОРом. Так ли необходимо красноярцам паста с такой добавкой? Исследования этого химического элемента показывают, его избыток в организме может быть опаснее недостатка. Прямо стремиться не нужно покупать пасты с ФТОРом, потому что у нас в воде и так достаточно ФТОРа. 1,1 на 1 литр воды приходится. Вот она, сила рекламы. Все регионы под одну потребительскую гребенку. Будьте здоровы и читайте состав. Предупрежден, значит вооружен. Светлане недавно подарили котенка. Девушка интересуется, если не стерилизовать своего питомца, а давать гормональные препараты, приведет ли это к негативным последствиям? На вопрос отвечает врач-ветеринар Наталья Черепанова. Вы знаете, вот у нас как люди, так и животные. Сейчас почти каждое второе животное с возрастом становится онкологически больным. Плюс еще, видите, в чем? Лучше стерилизовать почему? Как правило, хозяева, даже которые применяют гормональные таблетки, препараты, они не дают по инструкции. А это тоже огромный минус. Получается, они как дали? Написано, например, 3-5 дней. Человек один день дал, кошка перестает кричать. Все. И они перестают давать. И получается, гормоны, ни туда, ни сюда, они, грубо скажем, не могут понять, то ли течка, то ли нет. И потом это, кстати говоря, тоже может отраситься в дальнейшем. Даже о кисты на яичниках, пиометра, то есть когда идет воспалительный процесс в матке, ну то есть вот этот гной. Это рано или поздно как раз из-за неправильной надачи опять переведет на операционный стол, только уже с патологией. А там животное все равно. И интоксикация, то есть это, как правило, ослабленные животные. Поэтому лучше даже до этого не доводить. Валентина Николаевна кормит своего питомца только кошачьим кормом. Иногда дает ему рыбу или кашки. Наша телезрительница интересуется, какой рацион лучше. Что касается кормления, нужно выбирать самому хозяину. Чем он хочет, в принципе, кормить животных. Есть натуральные рационы, есть, скажем так, готовые корма. Кормить животных, в принципе, два раза в день достаточно. Просто очень некоторые люди переживают, как-то я ухожу на работу, и он будет у нас голодать. Ничего в этом страшного нет. Два раза в день, утром, вечером. Желательно, если вы кормите кормами, значит, нужно кормить кормами. Их не нужно комбинировать с натуральной пищей. Если вы кормите именно натуральной, значит, натуральной. Просто нужно знать, скажем так, что если вы кормите натуральной, рыбу давать, как очень многие говорят, вот животные, у меня там, кот любит рыбу, давать каждый день нельзя. В рыбе очень много фосфора. Просто рано или поздно это переведет тоже самое, как раз-таки, мочекаменные болезни, которые очень сильно боятся. Потому что фосфором будет копиться, копиться никуда не денется. Вот, рыбу раз в неделю можно давать, в принципе. Если вы хотите кормить кормами, допустим, животное, то корма должны быть премиум, либо супер-премиум класса. Не стоит кормить эконом кормами, потому что в них идет очень много соевого белка. Соя – это растительный белок. В принципе, животное – это не травоядное, скажем так. Поэтому, опять же, перезбыток вот этой сои, которая идет в этих кормах, может привести, опять же, к проблемам с почками. Если у вас возникли вопросы, звоните к нам в редакцию по телефону 290-19-90. Наши специалисты найдут ответы на любые вопросы. Цвет, по убеждению психологов, влияет на наши умы куда сильнее, чем мы думаем. Замечено, что косметика в коричневых банках долго стоит на полках, ну а упакованной в розовый точно не залежится. Грамотные производители сахара не продают свой товар в зеленой упаковке, предпочитая ей голубую, потому как этот цвет психологически связан с ощущением мягкого, нежного и сладкого. Если заметите эти цветные хитрости в нашем рекламном блоке, вы молодец. Пара минут у вас есть, затем продолжим. Новогодняя распродажа на мебельной базе. Спешите купить мебель, пожалуй, по самым низким ценам в городе. На базе дешевле. Убедитесь сами. Последние дни шубы и дубленки по старой цене. Успей купить. Мондиал. Седьмой канал смотрят 250 тысяч зрителей в сутки. Пусть ваше объявление работает по эффективной формуле. 250 тысяч зрителей умножаем на 4 дня развлечения и получаем 3 дня бесплатно. Подать объявление можно прямо сейчас на сайте trk7.ru и в пунктах приема объявлений. Выгодная арифметика на седьмом канале. Виталий пока стоял в пробке, продал свою машину и купил новую поближе к светофору. Еще больше шуток на радио Юмор-ФМ. Представьте себе картину. Первобытная женщина раскладывает на камни свежие фрукты. Для древнего человека это был единственный способ сохранить добытые плоды и ягоды. Уже позже сухофрукты стали использовать как лекарство. А в Китае даже существовала традиция дарить на свадьбу сушеные фрукты. Сухофрукты богаты витаминами группы А, В и Р. Кальцием, калием, магнием, йодом, фосфором и железом. В общем, кладезь витаминов. Это продукт, который я рекомендую кушать не вареным, а именно слегка помыли, подержали в воде, а размягчили и употребляем. Почему? Потому что именно в таком варианте остаются витамины, остаются минералы. И тогда человек получает те, особенно зимой, необходимые ему микроэлементы, которые, ну скажем так, после того, как бы вы их сварили, вы не получили. Чернослив благодаря богатому содержанию железа рекомендуют применять при повышенном гемоглобине, при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, а также недостатке витаминов. Все мы видели сушеные бананы, все мы видели сушеную курагу. Эти продукты способствуют тому, что улучшается сердечно-сосудистая деятельность. Скажем так, вариант того, что у человека будет инфаркт, уменьшается. Изюм дарит нам калий, а вместе с ним снимает отечность, выводит токсины из организма, поэтому при отравлениях часто советуют кушать изюм. Однако, если вы придерживаетесь диеты, это не самые лучшие продукты, потому что сахара и калорий в них больше, чем в свежих фруктах. К примеру, 100 граммов винограда – это 70 калорий, а 100 граммов изюма – уже 280. В абрикосов – 50 калорий, кураге – 230, сливы – 60 калорий, чернослив – 250. Если вы хотите получить пользу от сухофруктов, съедайте их не больше 40-50 граммов в день. Из-за большого содержания сахара такое лакомство противопоказано больным сахарным диабетом или лицам, страдающим ожирением. Сушить фрукты можно двумя способами – так называемой теневой сушкой и солнечной. Именно теневой сушке сохраняется больше витаминов, больше микроэлементов сохраняется. Она более щадящая, она дольше сушится, то есть 2-3 месяца. Если на солнце в течение 2-3 недель может высушиться фрукты, то в теневой сушке как раз это более мягкая такая сушка, и она более щадящая для всех микроэлементов. Ещё одна опасность – это химическая обработка, которой подвергаются сухофрукты для того, чтобы продлить срок хранения и добиться привлекательного внешнего вида. Виноград и абрикосы проходят обработку диоксидом серы. Курага с сернистым газом, после чего приобретает ярко-оранжевый цвет. Диоксид серы токсичен, хорошо растворяется в воде, образуя в желудке сернистую кислоту. Она, в свою очередь, при больших дозах может повредить слизистую оболочку пищеварительной системы. Чтобы огородить себя от таких химических элементов, при покупке следует обратить внимание на внешний вид плодов. Качественные имеют совсем не привлекательный вид, они тёмные и сморщенные. Ещё одна видимая опасность – это странный блеск, который говорит о том, что его часто замачивали в растительном масле или обрабатывали глицерином. Подключайте своё обоняние, вызвать подозрения должны запах дыма и бензина. Поэтому сухофрукты перед употреблением необходимо замочить на 10-15 минут в воде комнатной температуры, а затем тщательно помыть в проточной воде. Теперь пришло время для опыта. Если сухофрукты обрабатывались химией, то элемент, который использовался, может вступить в реакцию. Например, обличить сернистый гидрид поможет марганцовка. В готовый раствор добавляем наши плоды. Если цвет остаётся неизменным, то продукт натуральный. Смотрим, что же у нас вышло. Все образцы прошли проверку. Следовательно, ни один плод не был обработан сернистым гидридом. Кушать можно. В общем, если прислушаться ко всему вышеперечисленному, шанс приобрести качественные сушёные фрукты увеличивается. Нами это проверено. Трус не играет не только в хоккей, но и всяческого рода единоборства старается обходить стороной. Такие юные, такие целеустремлённые. Молодые красноярские дзюдоисты не боятся ни падений, ни кувырков через голову. Но часто бывает, что тренировки, соревнования оканчиваются травмами. И нередко сломанными носами. Этот вид спортивных травм чаще всего коллекционируют и боксёры. Повреждения носа, последствия имеют нешуточные. Например, искривление носовой перегородки. Есть искривления, приобретённые в результате механических травм. Что касается спортсменов, которые у нас интересуются постоянно, а не станет ли нос слабее после проведённого хирургического вмешательства? Конечно же, нет. То есть сейчас существующие методики операции позволяют это сделать без удаления костно-хищевого фрагмента, а именно восстановив свои структуры так, как они должны стоять. Даже если вы далеки от травмоопасного спорта, носовая перегородка может стать вашей проблемой. Как? Специалисты говорят. Ворождённая предрасположенность к искривлению проявляется в процессе роста челюстно-лицевого скелета, который, кстати, к 25 годам уже полностью сформирован. Начнёт хрящ расти быстрее, немного сместится в сторону кость и, увы, искривление не заставит себя ждать. Если есть анатомические нарушения в полости носа, то, конечно же, человек это будет беспокоить. Это могут быть различные симптомы, начиная от лёгкой заложенности носа, например, в ночное время, достаточно большой социальной проблемой, храпом. Перечисленным симптомам добавьте затруднённое дыхание и длительные насморки после болезней. Знакомо? Тогда есть смысл перестраховаться и обратиться к лор-специалисту. Вас ждёт эндоскопическое обследование. При искривлении перегородки симптомы нарастают постепенно и выраженно могут не беспокоить годами. Если дело дошло до оперативного вмешательства, специалисты уверяют, чудо-технологии позволит вам отправиться домой уже вечером после процедуры. При даже очень сильных деформациях перегородки носа удаётся достаточно безболезненно быстро сделать операцию и быстро отпустить пациента домой, чтобы он не ощущал дискомфортных выраженных явлений. Помощь специалистам – самые современные аппараты. К примеру, такой микроскоп позволяет чётко увидеть все отклонения. Вот эта технология позволяет, как вы видите, увеличение очень сильное. И мы точечно начинаем работать. А это своеобразный навигатор. Ещё одно ноу-хау. Вот мы видим картинку навигационной системы. То есть мы видим в обзоре, как выглядит голова. Сначала пациенту делается снимок, компьютерная томография, с очень большим шагом, как карта топографическая. Это навигационная маска, уникальная для электромагнитной навигации изобретение, потому что она индивидуально ложится на голову пациента. Этакая калибровка снимков вашей головы. Никаких методик вчерашнего дня, ни молоточков, ни грубых инструментов. Знакомьтесь, этот современный аппарат позволяет убрать искривление максимально деликатно, имеет несколько насадок на каждый случай. Так что выше нос и дышите свободно, ведь всё поправимо. Нами это проверено. Спонсор рубрики «Будь здоров» клиника новых технологий на Джамбульской, 19. Телефон 2-993-992. И на сегодня это всё. Смотрите НЭП с понедельника по четверг на седьмом канале ровно в 22.00. Что-то пропустили? Добро пожаловать на наш сайт trk7.ru. Там ну очень много всего интересного. И мы всегда открыты для общения и готовы к вашим вопросам. Звоните 290-19-90. Всем удачи, только грамотных покупок и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова